Всем привет, меня зовут Борис, я приветствую вас на канале Фауна Беларуси и сегодня 23 сентября и очередной макро-влог Я сейчас нахожусь на опушке леса и я решил здесь поснимать К сожалению, вот этот золотарник уже отцвел, но к счастью еще встречаются цветущие экземпляры Сам по себе золотарник это инвазивное растение, которое здесь у нас в Беларуси вытесняет Многие виды растений, которые встречаются на лугу И тем не менее, как говорит мой хороший знакомый, на золотарнике пасутся макрофотографу Потому что здесь встречаются самые разнообразные виды насекомых Итак, друзья, давайте посмотрим, кого мы можем поснимать на этом растении Пчелы. На самом деле до начала цветения золотарника в этом сезоне я практически их не наблюдал Цвели другие цветковые растения, но к сожалению пчел среди насекомых посещающих их цветки не было Золотарник это очень хороший медонос и как только он зацвел, появились пчелы Наряду с обычными пчелами на цветах можно встретить и одиночных пчел и шмелей Эти насекомые неторопливо собирают нектар из маленьких цветков золотарника И не торопясь перелетают с одной веточки на другую Наряду со шмелями и пчелами на золотарнике можно встретить и ос Это тоже жалящие перепончатокрылые насекомые, которые собирают нектар Но в отличие от пчел и шмелей, нектаром они питаются сами, а вот личинкам несут убитых ими насекомых Пчелы и шмели, в отличие от ос, собирают нектар и скармливают их своим личинкам Причем осы бывают абсолютно самые разные Бумажные, дорожные, роющие, песочные А также здесь можно встретить еще и наездников Мухи Все мы знаем, что мухи любят сладенькое И поэтому они очень часто встречаются на цветках и питаются их нектаром Мухи здесь встречаются абсолютно самые различные От обычных комнатных мух до серфит, то есть журчалок Особенность этих мух в том, что они повторяют окраску пчел, ос и шмелей Несмотря на то, что журчалки имеют боевую раскраску, на самом деле они абсолютно не опасны То есть если их взять в руку, они вас не укусят Самое главное, не перепутайте их с осой Потому что осы и пчелы, они действительно могут вас больно ужалить А вот личинки журчалок отнюдь не безобидные насекомые Да, они не нападают на человека, они не могут ему причинить боли Но это очень беспощадные хищники В одном из предыдущих роликов, которое называется Видеоистория маленькой тли Я вам рассказывал про личинок журчалок Этот ролик можно посмотреть вот здесь по подсказке А еще в том ролике я рассказывал про личинок золотоглазок Так вот этих насекомых, взрослых, можно также встретить здесь вот на золотарнике Они также, как и все остальные предыдущие насекомые, про которых я рассказывал, питаются нектаром Посмотрите на это насекомое А вот теперь на это Вы находите что-то общего между ними? Лично я нет В мире насекомых это называется циклом полного превращения Когда личинка абсолютно не похожа на взрослую особь Вот смотрите, например, личинка золотоглазки, она хищная, активная и очень проворная Взрослая особь абсолютно неактивная, слабенькая и еще и плохо летает Очень любопытной особенностью золотоглазок являются их яйца Обратите внимание вот на эти кадры Золотоглазка откладывает свои яйца по одному на тонкой ножке Для чего она это делает? Возможно для того, чтобы уберечь от хищников Но согласитесь, это действительно интересная особенность И ее кладка очень сильно отличается от кладок других насекомых Так как откладывает яйца золотоглазка, не откладывает никто В основном насекомые откладывают яйца по одиночке То есть на поверхности Либо кучками Сегодня влажная погода, пасмурно, при этом тепло И поэтому повылазило очень много виноградных улиток Сейчас я вам покажу эти кадры Они повсюду, на земле, на растениях и на асфальте дороги Абсолютно разных возрастов Но мое внимание сразу привлекла одна парочка Как только появилась благоприятная погода, они приступили к спариванию И правильно, улиткам и слизням необходимо торопиться В Беларуси не часто бывает затяжная пасмурная погода одновременно с теплом Летом чаще сухо и жарко, как в начале этого сезона А несколько лет назад, летом практически не было дождей И сложилось впечатление, что все беспозвоночные животные просто вымерли В лесу под ногами мох хрустел, как снег зимой Все лето был пожароопасный период И лес был закрыт для посещения туристами Для меня этот сезон был наихудшим В тот год я практически ничего не снял А для улиток и слизней крайне важны влажные условия обитания И пока они есть, улитки стараются наесться вдоволь Перед тем, как вновь впасть в спячку А также необходимо успеть оставить потомство Улитки гермафородиты То есть они являются одновременно и самцами, и самками Однако В любом случае для спаривания и обмена генетической информацией Им нужны две особи Сейчас мы наблюдаем брачные танцы, которые являются частью процесса спаривания Примечательно, что в это время дыхательное отверстие улиток открыто, очень широко и не закрывается Все действие длится около двух часов Но у меня столько времени, к сожалению, нет И необходимо двигаться дальше Также стоит отметить, что виноградные улитки – это очень вкусная пища И если вы не страдаете разными предрассудками, если вы не из гринписа, скажем так, условно говоря И не из зеленых, то, в принципе, и если вам не жалко этих замечательных улиток Вы можете попробовать их Это очень вкусно Я один раз пробовал, но, честно говоря, было очень жалко этих улиток Потому что, в принципе, чтобы насытиться взрослому человеку, ну, по меньшей мере, нужно штук 20 улиток этих съесть Естся только нога Отрезается, собственно, достаются оттуда белые такие ниточки Они относятся к половым органам Они, насколько я понимаю, не то чтобы ядовиты, но они не очень полезны Поэтому их стоит доставать И после варки остается нога размером с горошину На вкус и по консистенции она похожа на масленок Такая немножко студенистая, но при этом твердая масса Поэтому, в принципе, в ресторане можно попробовать, а готовить их, честно говоря, очень марудно Они очень слизкие после варки Очень неудобно готовить Поэтому, ну, чтобы их покушать, нужно потратить большое количество сил А, ну, удовольствие так себе сомнительно Да и животных жалко, откровенно говоря Но погодите-ка Травей я нашел уже привычную для нашей страны Аргиопа Брюниха Я уже чуть не прошел мимо, тем более, что поднялся сильный ветер Но смотрите, рядом с крупной самкой еще два паука И знаете, кто это? Это самцы Самцы пауков-кругопрядов, к которым относится Аргиопа Брюниха, мельче самок Ярко расчерченных самок Аргиопа Брюниха видели многие А вот самцов, скорее всего, нет Сильный ветер, поэтому я сделал фотографию А на сегодня это все Если ролик вам понравился, поставьте ему лайк Подпишитесь на канал А также можете посетить главную страницу Потому что на канале еще очень много интересных роликов Всего доброго и увидимся в новом макровлоге Субтитры сделал DimaTorzok